Итоги недели с Николаем Сванидзе Что вы меня слышите Да, мы вас слышим, слышим отлично Николай Карлович, ну мы вот так забежали вперед уже Поставив кусочек из выступления Самого яркого на данный момент выступления На питерском форуме От Анастасии Татуловой Основатницы сети детских Ресторанов Или кафе Андерсон Правильно так сказать, очень популярная, кстати говоря, в стране У нее довольно серьезный бизнес, довольно большой Вот, ну и она, в общем, конечно Приложила там всех на свете Бесстрашная, конечно, молодая женщина Все равно недрогнувшим голосом Говорившие очень жесткие Такие жесткие, крутые вещи И совершенно справедливые, кстати Между прочим, Анастасия Отметилась еще до начала Непосредственно за всяких разных Как-то Круглых столов на этом форуме Выступлений, буквально два дня назад Это она первая сообщила В прессу ушла информация о том, что Нынешний форум отличается от всех предыдущих Тем, что даже с выступающих на ФЭФе Попросили деньги Причем немаленькие там Это она Это она Это она первая рассказала, что Значит, с нее попросили От, или просят в целом От всех выступантов От 840 до 960 тысяч Рублей за выступление Дерзкая барышня, конечно Но, тем не менее Мне кажется, что это Как бы, ну, несколько странно Казалось бы Я понимаю, за входной билет Окей, приехать, послушать Там интересные какие-то Панельные сессии Посмотреть на известных людей Которых не так много В этом году Там, какие-то знаковых Мировых людей Вот А Это еще понятно Тебя просят за входной билет Но когда Еще самих выступающих Это уже странно Да у нас уже ничего не странно Поэтому Я ничем Уже не готов удивляться Из всего, что Еще прозвучало накануне На форуме На мой взгляд Интересными были слова Господина Дерипаски Который очень Он так и вашим и нашим И вроде как Немножко, как всегда Обтекаемо Но намеки его были понятны Вроде как Покритиковал Государственные меры Но при этом сказал Что спасибо Нас ждет светлое будущее Потому что впереди 10 лет стабильности И сейчас Вот как раз то время Когда можно там Совершить рывок Свернуть горы И так далее По-другому По-другому Сказал И ситуацию определил Алексей Леонидович Кудрин Так Который сказал Что Если Не в течение 10 лет В течение 20 Нас ждет Резкое падение Интереса Мирового Соответственно Цен На энергоносители И нам В новой ситуации Нужно будет выживать Да мы под двойным ударом Находимся Он так это сформулировал В том числе И Из-за того что Мировая экономика Уходит от царевой зависимости Да совершенно верно Нефтя И это наш Стратегический вызов Огромный Который нам Будет очень трудно Перенести Потому что Это Отразится на Изменении доли Нашего экспорта Соответственно Уменьшение количества Поступающих в страну Долларов И так далее И так далее То есть То есть Он сказал Тоже вещи Очень Пугающие На самом деле Если перевести С экономического языка На простой русский Но он говорит О перспективе Это собственно В этом нет ничего нового Об этом говорят Много и достаточно давно Он говорит о перспективе Вопрос кто говорит Двадцати лет Кто говорит Кто говорит Вот Мы слышали это В выступлениях премьера Или В выступлениях президента Любого премьера Или 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 Президента Нет Чтобы Чтобы говорили Об этих проблемах Что вот Друзья Граждане Братья и сестры Ну президент Много раз говорил О том что нам надо Избавиться от царевой зависимости Еще в своих Первых сроках И мы не И так мы от нее В этом направлении Так даже не сделали Пол шашка Мы сделали Даже больше Чем пол шашка Но В противоположном Направлении Мы все больше Садились на иглу Мы все больше Садились на иглу А возвращаясь К выступлению Татуловой Мы все больше Гнобили В общем так Или называем Вече своими именами Малый и средний бизнес У нас доля ВВП За последнее Десятилетие Прилежащее Малому и среднему бизнесу Уменьшилось Катастрофически И поэтому У нас Тот самый Сектор экономики Который обычно В проблемных ситуациях Выруливает Страну наверх У нас Слабеет И слабеет У нас Все больше Жиреет государство Которое Не способно Как раз Выруливает И все Больше Слабеет Малый и средний бизнес Это Вот в совокупности На самом деле Проблемы малого и среднего бизнеса О которых Сказал Татулова И проблемы Невостребованности Потенциальной Наших Нефти и газа О чем сказал Кудрин Вот это создает нам Какая же это Совершенно Ужасающая Экономическая А соответственно И социальная проблема Ну единственное Что речь идет О перспективе Там примерно Горизонте В 20 лет Все люди Которые Сейчас принимают Какие-либо решения Отвечать За их реализацию Через 20 лет Уже Не будут Это самое важное Как бы мы живем В стране временщиков Сегодня они есть Завтра их нет Так что В общем Но мы все это На себе почувствуем Кроме Представителей Самых старших поколений Которым Дай бог здоровья Мы все это На себе почувствуем А наши дети Да и вы Люди вашего поколения Почувствуют это На себе Очень Очень внятно Что такое 20 лет Вам сейчас Сколько Ну нормально Я буду вашим ровесником Совершенно верно Даже Помоложе будете Чем я сейчас Поэтому Вот так вот А Как вы вообще Относитесь Если мы говорим О Петербургском Экономическом форуме К проведению Подобных Массовых мероприятий В пандемическое время Поскольку Еще за Два дня До Его начала По-моему В понедельник Или во вторник Это был Господин Беглов Напрямую сказал Что ситуация В городе Складывается Непростая Намекая На третью волну Коронавируса И собственно Еще за день До открытия Форума Уже первые люди Которые работают На этом форуме Там всякие Волонтеры И так далее Они стали поступать В клиники Санкт-Петербурга Вот что с этим делать Ну проблема В общем Серьезная Но она Так вот Одним исчезочком Не может быть Разрешена Потому что Форум Планировался Заранее Нужно было думать Когда его планировали А сейчас К тому же Мы очень Внесли Такой Я бы сказал Неадекватный Оптимистический элемент Нашу Оценку Ситуации Некоторое время Назад Когда возникло Отчение Что вообще Мы победили Корону Мы победили У нас Самые лучшие Прививки Самые первые Самые лучшие У нас Вообще Проблем-то нет Потом Выяснилось Что проблема Очень серьезная И нас вносят Страны В красный список Именно так В красной зоне Да Вот Израиль запретил Кстати говоря На этой неделе Приезд Граждан Из России Израиль запретил Шенген Не выдают По этой же причине Вот Поэтому Все у нас Серьезно С С коронавирусом И проводить В это время Такую большую форму Конечно Небезопасно Отказываться Отказываться Отнем мы не можем Нам Не дает Это сделать Наши традиции Наши привычки Привычки Позиционироваться Как в очень удачливой стране В которой все тип-топ Все замечательно В которой нет Островок стабильности В мире Да Об этом мы много раз слышали Да И демократии Это само собой Хотя демократия Сейчас Престала быть Словом Позитивного звучания В официальных речах Если вы посмотрите Телевизор То демократия Там Подтрунивают Над ней Вот Мне кажется Не говорят Что диктатура лучше Но Подтрунивают Вот Поэтому Возвращаясь К вашему вопросу Конечно Это Не вполне уместно Но Деваться уже было некуда Делаем короткую паузу Дорогие друзья Вернемся Через минуту Так Одну секунду Что нам пишут Там Мы же в ютубе Да На минуту Буквально Накидывай Там просто Нам больше приходит На ватсап Потому что у меня Не открывается У меня только СМС Просит еще В продолжении Разговора О форуме Не забыть Про Даниила Милохина Как Вы не знаете Кто это такой А вы не знаете Кто это такой Даня Милохин Это популярный Один из самых популярных Тиктокеров Это Тикток блогер Николай Кравчев Вы выпадаете Выпал Он воспитанник Детского дома Выпал из контекста И стал самым Он их просто Сделал там всех И самым богатым Или успешным Не знаю Оценивается Это парень С непростой судьбой Мы за него очень рады Он большой молодец Он пробился Снимает тиктоки Из серии Купаюсь в ванне С чипсами А какое отношение Имеет к форуму Он является Молодым лицом форума Как-то так Есть там Я забыл И как он тебя проявляет В этом качестве Формулирует Он фактически Открывал форум Выступая на На Итоги недели С Николаем Монгерштерн Монгерштерн Начинаем с понедельника С вашего позволения И обсудим Главные Общественно-политические События Недели Что меня зацепило Ну во-первых В понедельник Начали подводить Итоги Многочисленных Праймерис Партии Единая Россия В стране В том числе Неожиданно Выяснилось Что например Любимая вами Бывшая солистка Тату Юлия Волкова Да Ну я знаю Да Такая Губастенькая Сейчас Значит Она соответственно Все-таки проиграла Праймерис Партии Она Баллотировалась Или хотела баллотироваться В Киниш Ну в Кинишме Без шансов Да-да-да Одномандатном Избирательном округе По данным сайта Праймерис Волкова набрала Всего 919 голосов Участвовать в выборах От этого округа Будет по всей видимости Михаил Кизеев Депутат местного Забрания За него проголосовало 36 тысяч человек Но Праймерис Я напомню Для партии Не имеют Обязательного характера Они как бы Рекомендательный характер Да ну надо сказать Что это У Юлии Волковой Что конечно Группа Тату Одно время Правда уже давно Чрезвычайно популярная В мире Не была очень популярна В стране Ну в общем Уже очень много лет Да-да-да Лет 10 Наверное Значит Что еще любопытного Ну с Юлей все понятно Значит В В Свердловской области Вот любопытно Оппозиционные депутаты Зак Собрания Свердловской области Которые в прошлый раз Избирались От КПРФ ЛДПР Справедливая Россия И Российской партии Пенсионеров за справедливость Победили На праймерис Партии Единая Россия В своих округах Бывший представитель Партии Пенсионеров Евгений Зяблицев Стал первым В Октябрьской территориальной группе Бывший глава Фракции ЛДПР Михаил Зубарев Выиграл В Азбестовском округе Депутат от КПРФ Вячеслав Вегнер В Белоярском округе Вот И предполагается Что Единая Россия Выдвинет Именно этих кандидатов На выбор Зак Собрания По этим округам И территориальным группам Вообще Что это такое Вообще Как это Николай Паттин Каша Каша Просто Каша идет Полнейшая Надо сказать Что вообще Когда Снижаются шансы У Единой России То за Неимением В колоде Представители Реальной оппозиции Которые просто Заграны Под плинтус Да Побеждают Представители Фанерной оппозиции Типа КПРФ И ЛДПР Они получают Большие шансы Поэтому здесь Они в общем Являются продолжением Единой России Мы это понимаем Поэтому их можно Сразу абсорбировать Вбирать в себя Влажными губами Проглатывать И какая фиг Он вчера был Первый Сегодня Сегодня Единорос И нормально То же самое Будет делать И говорить Но Вам не кажется Что это Вообще Вот вся эта ситуация Она окончательно Дискредитирует Многопартийную Систему Систему В стране Знаете Я не хочу Никого расстраивать Но Нынешний вариант Многопартийной Системы В стране Он Давно уже Очевидно Так сказать Неадекватен Это Имитация Многопартийной Системы Это не Многопартийная Система Многопартийная Система Деятельность Здесь у нас Никто к этому Не готов Все ходят Согласовывают Свои действия В Кремль Все слушаются Бутина Поэтому Это просто Названия разные А партия Это одна По сути Это давно понятно И давно известно А яблоко Является частью Вот этого Нет 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 Яблоко Конечно Оставляет за собой Возможность Работать В открытом пространстве Так сказать Делает Все что Чтобы Не загнали Под пол Но все таки Это партия Которая На мой взгляд Не сопоставима С ЛДПР Все таки Если мы Послушаем То что они говорят Их лидеры То Эта позиция Конечно Значительно Более независимая Что есть Единая Россия В нынешнем Политическом ландшафте То же Что она была То же Чем она являлась Всегда Это партия Без идеологии Это партия Власти В чистом виде Это просто Сборище элит По большому Совершенно верно Это сборище элит Это партия Которая ориентируется Лично Персонально На первое лицо На Путина Хотя он Может Хотя он В ней не состоит И Ее идеология О том Что сегодня утром Сказал Путин Вот Путин Сказал белое Значит У партии Написано белое Он сказал черное У партии Написано черное Нет идеологии Вообще То есть Это партия власти В этом их сила В этом их слабость Кстати говоря Мы видели Как на Предыдущих выборах Например В Московскую городскую думу Кандидаты Единороссы Массово Шли как Самовыдвиженцы И это касалось Кстати говоря Даже господина Метельского Лидера партии Единая Россия В Московской городской думе Он выходил Как Самовыдвиженцы И проиграл Это вообще Абсурдная ситуация Слово сочетание Единая Россия Не самое популярное Поэтому Поэтому Многие люди Которые идут по Индивидуально Не в списке Они стараются Дистанцироваться От единой России И изображать себя Так сказать Независимых Независимых Кандидатов Иногда им это помогает Иногда нет Вот на нынешних В нынешней кампании Которая вот-вот Начнется Потому что Официального Как я понимаю Старта кампании Еще не было Новая ситуация На думских выборах Значит Кандидаты Единороссы Опять Не будут Стараться Не ассоциировать Себя в Москве Во всяком случае С партией Единая Россия Никаким образом Потому что Рейтинг партии Ниже 15% По согласию Сразу Несколько Это я с вами согласен Так вот Теперь новая история Они придумывают И вот было зарегистрировано Несколько кандидатов Несколько всяких разных Условно-общественных Движений Которые они будут Представлять Как кандидаты Там За дешевую колбасу За Не знаю Там Помощь Голодающим детям Африки И так далее В основном Социальные направленности Они ведут Прием населения Значит Обещают решить Их проблемы Если попадут Как представить Именно этих Этих как бы Симпатичных Общественных Общественных Много приемов Таких Технических И технологических Вот смотрите Сейчас Скажем С телеэкрана Не слезает Господин Прилепин Да Так Вот его партия Которая объединилась С партией Справедливая Россия Вот она тоже Она Хотя чтобы она Стала еще одним Таким вот Продолжением Единой России Она будет Отвлекать Своими патриотическими Даже ультрапатриотическими Лозунгами Отвлекать от КПРФ Отвлекать от ЛДПР А на самом деле Конечно Они Из Кремля Не Вылезают Свидетельством Чему Как раз и Пребывание Господин Прилепина На экране Ежедневно Так Это просто В качестве Примера Им можно Немножко Критиковать Знаете Как В 17 Мгновениях Весны Агенту Клаусу Которого Играет Гудуров Ему можно было Критиковать Руководство Рейха Для работы Так сказать Для Внедрения И так же Им можно Критиковать Руководство Страны С таких Правильных Патриотических Позиций Не с либеральных Патриотических И только Не трогай Первое лицо Да Друг друга Они критикуют И поэтому Вот Потому что Критиковать Можно С каких позиций Либералам Нельзя Патриотам Можно Вот там Черт Почему До сих пор Донбасс Не возьмем Там вот В таком русле Это можно Говорить И тогда На фоне Этой критики Даже Руководство Страны Выглядит Умеренным А с другой Стороны Подогреваются Такие Ультрапатриотические Состояния На которых Тоже Руководство Страны Играет Здесь Такая В общем Достаточно Элементарная Но Такая Не в один Ход Не в один Ход Комбинация Очень В общем Простая Но эффективная Ну понятно Да В общем Мне кажется Что Просто Это все Привело К абсолютно Тотальному Недоверию И неприятию Вообще Системы Выборов Люди Отстраняются От этой истории И соответственно Вопрос На ваш взгляд То что сказал Господа Татулова Применительно К бизнесу Вы нас Привете Мы вас Ненавидим Вот Та же История Она Кстати Применила Очень Такую Удачную Формулу Да Все верно Ну то есть Фактически Да Действительно Вы нас Не трогайте И Вопрос В связи с этим Как вы считаете Будет ли Высокая явка И нужна ли она На предстоящей Дубской компании Смотри Кому нужна Власти не нужна Власти не нужна Тем людям Которые на что-то Хотят рассчитывать В этой стране Она все равно нужна Знаете Я вам честно скажу Я Сторонник Высокой явки Я хожу на выборы Независимо от того Так сказать Насколько Это пустой номер Я все равно Хожу на выборы Другого варианта Я не вижу И буду ходить И буду призывать Буду призывать К высокой явке Обязательно Меньше возможности Для вброса Меньше возможности Для вброса Это раз Больше возможности Для какой-то Гражданской Самореализации Два Не стыдно будет Смотреть Своим детям Внукам Глаза три Потому что Мы сейчас можем Сколько угодно Говорить Что бесполезно Что идите Все к ядрене Фене Но потом Вспоминая Когда нас спросят А что ты Ты не ходил На выборы Трудно будет Ответить На вопрос Ну я напоминаю Что по моим Во всяком случае Информации Может быть Она у вас Есть какая-то Другая Что внутренняя Задача стоит Перед единой Россией Превысить показатели Прошлых Думских выборов Когда они Смогли получить Конституционное Большинство В парламенте То есть А сейчас Этот результат Даже надо Превысить Потому что Сохранить Монополий Я вам должен Сказать При том что Реальный рейтинг В крупных городах Там 15-20% Я вам должен Сказать Что в общем Совместно Так сказать Правозащитниками И представителями Каких-то Так сказать Структур Которые считаются Оппозиционными В стране Хотя они просто Конституционные Я бы сказал Собираются Некие институции Которые будут Там группы Которые будут Следить за Правильностью Проведения Выборов Окей Ну Хорошо Время еще есть Поживем Увидим Что еще любопытного В понедельник Николай Игоревич ФСБ Кстати говоря Удалило с сайта Декларации Главы Декларации О доходах Я имею ввиду Главы ведомства Бортникова И его заместителей Аж 2009 А что такое А почему Еще 22 апреля Документы Были доступны Вот А данные За 2020 год Которые должны были Выложить в открытый доступ В апреле Не публиковались При этом Отмечает издание Сервы ФСБ Отчеты не удалены Их пока еще Можно скачать По прямым ссылкам В спецслужбе Пока не планируют Публиковать декларации Сказал открытый медиа Собеседник Близкий к руководству Одного из управлений ФСБ Православным ФСБ пользуется Недавно принятым законом И решило Скрыть декларации Закон позволяет Это сделать Скрывать персональные данные Об имуществе судей Сотрудников спецслужб Правоохранительных И контрольных органов И их близких Даже при отсутствии Угрозы их жизни И здоровью ФСБ пока единственная Спецслужба Не отчитавшаяся От доходов Служба внешней разведки Федеральная служба охраны Опубликовали Антигрупционные декларации Не стали обнародовать Сведения Некоторые руководители В Министерстве обороны Военное место Скрыло информацию О заработке И недвижимости В частности Заместитель министра Сергея Шойгу Ну это такой Орден тамплиеров У нас в ФСБ Да Они сухи Они аскетичны Да Седло и меч Седло и меч Вот собственно Все что у них есть Все собственность Да И несколько домов И выжатый крест на площади Да Да Нет вам не кажется Что это абсурдно Это абсурдно Эти организации Обязаны в первую очередь Полностью публиковать И еще и соответственно Их расходы Должны соответствовать Их доходам В рамках моем представлении О государстве Нет У вас неправильное представление Я вас расстрою Ни хрена они вам Ничем не обязаны Это вы им обязаны Они у нас у власти Вы им обязаны А они вам не обязаны Я им обязан за что? Нет Что они такого для меня делают? Не за что А чем? Чем? Чем я им обязан Прозрачности своей? Я это как раз За что это вопрос Не рассматривается За что это вы будете спрашивать Когда вас будут сажать Дай бог Дай бог Этого Не произойдет Никогда Так Я просто перестал Понимать Это всевластная Организация Такой властью Этой службы Как бы она ни называлась Начиная с опричников Ивана Грозного Не было никогда Никогда не было Действительно С времен опричников Ивана Грозного Когда она тоже была Всевластна Вот С тех пор Пожалуй Такой власти У тайной службы Скажем так Хотя опричники Не были тайной службы Но не важно Там можно провести ряд параллелей Вот не было никогда Даже при Сталине Потому что при Сталине Она была В какой-то степени Уравновешена Партийной вертикалью Партийной вертикалью Прежде всего А после войны И армией А сейчас здесь У нас она Не уравновешена Ничем Поэтому она Всевластна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok